Приветствую всех на канале Паяльник ТВ. Сегодня мы поговорим об одном из важнейших представителей мира радиоэлементов, о конденсаторах. Он является пассивным электронным компонентом и служит для накопления заряда и энергии электрического поля. Существует много разновидностей конденсаторов, о которых я постараюсь рассказать в этом видео. В простейшем случае конденсатор представляет собой две металлические пластины, обкладки, разделенные каким-либо диэлектриком. Важно отметить, что обкладки любого конденсатора друг к другу не прикасаются. Недаром на схемах данный элемент имеет вот такое графическое изображение, а обозначается буквой С. Итак, если подключить конденсатор к источнику, например к батарейке, он будет заряжаться. На одной обкладке собираются электроны, частицы с отрицательным зарядом, а на другой ионы, частицы с положительным зарядом. Заряжаться конденсатор будет до тех пор, пока напряжение на нем не станет равным напряжению нашего источника. Как правило, зарядка происходит довольно быстро. Так вот, через заряженный конденсатор постоянный ток протекать уже не сможет. Простейший пример этого явления. 3-х вольтовая батарейка, светодиод и конденсатор. Подключаем все это последовательно и происходит вспышка. Конденсатор зарядился и уже не пропускает ток. Заряженный конденсатор является источником электрической энергии, подобно батарейке. Отличие от батарейки заключается в том, что первый имеет свойство быстро разряжаться. При использовании конденсаторов в электрических схемах обычно учитываются две основные характеристики – емкость и номинальное напряжение. Емкость характеризует способность накапливать электрический заряд. Чем больше емкость, тем большую энергию способен запасти в себе конденсатор. Единица измерения емкости является фарад. Один фарад – это величина очень большая, поэтому на практике применяется значение от единиц пикофарад до десятков тысяч микрофарад. Однако существуют ионисторы с емкостью до десятков фарад, но им я решил посвятить отдельное видео. Кроме емкости, очень важным параметром конденсаторов является номинальное напряжение. Это такое напряжение, при превышении которого наступает пробой диэлектрика, и радиоэлемент выходит из строя. Номинальное напряжение должно быть в полтора, а лучше в два раза больше, чем то, которое будет к нему приложено во время работы. Итак, рассмотрим, какие бывают конденсаторы. Кратко расскажу об их особенностях. Одни из самых распространенных типов – керамические конденсаторы. Для них не имеет разницы, какой стороной их устанавливать. Корпус обычно имеет небольшие размеры, и здесь вмещается такая небольшая маркировка. Первые две цифры показывают значение в пикофарадах, а третья цифра, если она есть, обозначает множитель, то есть количество добавляемых нулей. Вот, например, расшифровка кода 47. Это 47 пикофарад. 104 – это 100 тысяч пикофарад, или одна десятая микрофарада. Этот тип керамических конденсаторов называется однослойные дисковые. Емкость обычно лежит в пределах от одного пикофарада до 220 нанофарад. Из-за малых размеров напряжение указывать проблематично, и это нужно уточнять при покупке. Их максимальное рабочее напряжение чаще всего составляет 50 вольт. Они используются в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока, имеют низкую индуктивность и могут работать на высоких частотах. Также выделяется высокая температурная стабильность емкости. Далее – керамические многослойные конденсаторы. Этот тип конденсаторов похож на предыдущие, но обладает в несколько раз большей емкостью – до нескольких микрофарад. Представляют собой структуру с чередующимися тонкими слоями керамики и металла. Максимальное рабочее напряжение не должно превышать 50 вольт. Могут работать в цепях постоянного, переменного, пульсирующего тока. Еще одна разновидность – керамические высоковольтные конденсаторы. Способны работать под высоким напряжением, несмотря на маленькие размеры. Имеют хорошие температурные характеристики. Чаще всего емкость варьируется в районе единиц нанофарад. Вот, например, вот эти работают в устройствах, питающихся от сети. Рабочее напряжение – 250 вольт. Среди кучи информации, нанесенной производителем, можно разглядеть маркировку 332, что означает 3,3 нанофарад. Буква «М» в конце обозначает допуск 20%. Этот экземпляр на 250 вольт – 1 нанофарад. Следующий конденсатор рассчитан уже на 1 кВ, емкость – 10 нанофарад. А этот, 3-х киловольтный, уже можно использовать при создании электрошокера. И я это продемонстрирую немного позже. Теперь рассмотрим другой тип – пленочные конденсаторы. Они имеют небольшую емкость, но отличаются низкой паразитной индуктивностью, благодаря чему используются в высокочастотных устройствах и при работе с аудиосигналом. Полиэстеровые конденсаторы. Имеют низкую стоимость, выдерживают большие температуры при пайке. Буква «J» на корпусе обозначает допуск номинала всего 5%. У одного из них напряжение указано в понятном виде – 1200 вольт. У другого напряжение зашифровано дополнительной буквенно-цифровой маркировкой. По таблице видно, что код 2А обозначает 100 вольт. Из отечественных пленочных конденсаторов хочу отметить популярную серию К7317. Диэлектриком выступает полиэтилен-терифталат. Тот же самый полиэстер. Применяются для работы в цепях постоянного переменного пульсирующего токов и в импульсном режиме. Характеризуются высоким сопротивлением изоляции и относительно высокой температурной стабильностью параметров. А также мне нравится понятная маркировка и очень надежные выводы. Полипропиленовые конденсаторы используются в схемах, требующих хорошей тепловой и частотной стабильности. В системах питания и там, где присутствуют переменные токи высокого напряжения. Пример. Карли MPX40 часто используется для защиты от электромагнитных помех. Емкость 0,33 микрофарад. Номинальное напряжение 275 вольт. Работает в цепях переменного тока до 250 вольт. Еще у меня есть три конденсатора от одного и того же производителя. У всех имеется надпись IEC 384-14. Это стандарт от Международной электротехнической комиссии. Так вот, везде упоминается, что это так называемые noise suppression конденсаторы. То есть для подавления шума и электромагнитных помех. На каждый конденсатор можно найти свой дата-шит. Вот, например, PA-473 это полиэстеровый металлизированный. Маркировка здесь тоже весьма понятная. Мы рассмотрели неполярные конденсаторы. А теперь переходим к электролитическим. Они имеют цилиндрическую форму, похожую на бочонки. Давайте попробуем разобрать корпус для простоты понимания. Конструктивно состоят из двух скрученных металлических полосок. Между которыми помещается бумага, пропитанная электролитом. Обкладки конденсатора создаются из алюминия или тантала. Мы привыкли, что в конденсаторе между обкладками расположен диэлектрик, не проводящий ток. Но ведь бумага пропитана электролитом, который отлично проводит ток. Весь прикол в том, что в качестве диэлектрика здесь используется тончайшая пленка оксида алюминия, ну или тантала, в зависимости от использованного материала. Оксид получают в результате электрохимической реакции. Благодаря ничтожно малой толщине этого слоя удается получить очень большие величины им костей. Недостатком такого процесса окисления является полярность конденсатора. Оксидный слой обладает свойствами односторонней проводимости. При неправильном подключении напряжения оксидный слой разрушается, и через конденсатор может пойти большой ток. Это приведет к быстрому нагреву и расширению электролита, в результате чего может произойти взрыв конденсатора. Поэтому необходимо всегда соблюдать полярность при подключении. На корпусе знак «минус» указывает, где находится отрицательный контакт. Минусовой вывод у новых деталей, как правило, более короткий. Чтобы не перепутать полярность, в схемах на графическом обозначении конденсатора отмечается положительный контакт. На корпусе указывается максимальное рабочее напряжение и емкость в микрофарадах. У всех электролитов маркировка очень понятная. Также здесь указывается допустимый диапазон рабочей температуры. Преимуществом таких конденсаторов перед другими типами заключается в большой емкости, достигающей 100 000 микрофарад. Допуск, то есть отклонение от номинала обычно довольно большой, около 20%. Из минусов это значительный ток утечки, снижение емкости при длительном использовании, потому что высыхает электролит. Из-за наличия полярности эти элементы можно применять только в цепях с постоянным и пульсирующим током, но не переменным. Повышение температурного режима приводит к уменьшению срока службы конденсатора, поэтому при их установке следует избегать близкого расположения тепловыделяющих компонентов. В следствии перегрева, пробоя или неправильной полярности электролитический конденсатор может взорваться, поэтому в верхней части корпуса почти всегда расположены насечки, которые работают как предохранительный клапан. Насечки раскрываются и выпускают излишки давления паров газа. Если устройство перестало работать, то такие радиоэлементы проверяются в первую очередь. Продолжение следует... Сейчас вы наблюдаете эксперимент, в котором элементы специально подключены неправильно и на них подано повышенное напряжение. У маленьких конденсаторов клапаны отсутствуют и они громко взрываются. У маленьких конденсаторов клапаны отсутствуют и они громко взрываются. Из полярных конденсаторов существует еще один тип – танталовые. Линией или плюсиком на корпусе отмечается положительный вывод. Эти конденсаторы обладают меньшей индуктивностью, чем предыдущие, поэтому могут применяться в более высокочастотных схемах. Так же как электролиты, они имеют чувствительность к превышению рабочего напряжения. Давайте поговорим про СМД. Как и резисторы, конденсаторы тоже выпускаются в миниатюрном исполнении для поверхностного монтажа. Керамические и пленочные являются неполярными и имеют прямоугольную форму. Маркировка на них обычно отсутствует. Емкость варьируется от 1 пикофарада до 10 микрофарад. Бывают разные типоразмеры, они приведены в таблице. Электролитические конденсаторы имеют форму бочонков, корпус алюминиевый. Маркировка довольно понятная. Код серии, значение емкости в микрофарадах и напряжение. Со стороны отрицательного контакта корпус закрашен в черный цвет. Танталовые СМД-конденсаторы выпускаются в прямоугольных корпусах, желтого, оранжевого или черного цвета. Отличаются высокой удельной емкостью, хорошими показателями значения ESR. Часто эксплуатируются на высоких частотах. Полоса на корпусе у этого типа конденсаторов обозначает плюсовой контакт. Маркировка бывает разная. В простом случае указана емкость. Две цифры это значения в пикофарадах, третья цифра – множитель. Как вы помните, выводные и керамические также маркируют. Напряжение пишется по-разному. В понятном виде, либо буквой латинского алфавита. На рисунке показаны примеры. СМД-компоненты содержатся во всех современных устройствах. Их использование позволяет значительно уменьшить габаритные размеры плат. Конденсаторы также бывают и переменной емкости. Переменные предназначены для частой регулировки. Могут встречаться, например, в радиоприемниках. Здесь изображен переменный конденсатор с воздушным диэлектриком. При вращении ручки будет меняться перекрытие пластин, обкладок. Обозначаются на схемах вот так. Подстроечные конденсаторы не предназначены для частого вращения, поэтому припаиваются на плату и служат для налаживания и корректировки параметров цепи. Очень распространены в передатчиках и приемниках радиосигнала. Вращение обычно производится отверткой. Например, вот эти позволяют выставлять емкость от 5 до 30 пикофарад. Обозначение на схеме немного отличается от переменных регулировочных. Рассмотрим последовательное и параллельное соединение конденсаторов. При параллельном соединении общая емкость равна сумме емкостей всех конденсаторов в этой цепи. Напряжение на каждом из них будет одинаковое и равняется напряжению источника. Поэтому допустимое напряжение следует принять равным напряжению конденсатора, имеющего самое низкое значение из всей группы. При последовательном соединении общее напряжение конденсаторов увеличивается и равняется их сумме. Однако общая емкость такой цепи уменьшается. При последовательном соединении формула выглядит следующим образом. Если принять такую последовательную цепь за один большой конденсатор, то общее расстояние между обкладками эквивалентна сумме расстояний между обкладками всех конденсаторов, но с площадью обкладок элемента с наименьшей емкостью. При расчете общей емкости при смешанном соединении сначала вычисляют емкость для каждого отдельного участка, а потом вычисляют общую емкость для всей цепи. Здесь приведен пример расчета. Теперь давайте подробнее поговорим об использовании конденсаторов. В цепи переменного тока конденсаторы могут выступать в качестве емкостного сопротивления. Благодаря такой особенности конденсаторы применяются в цепях в качестве фильтров, подавляющих высокочастотные и низкочастотные помехи. Благодаря способности накапливать большой электрический заряд и быстро передавать его другим элементам с низким сопротивлением, их можно использовать в электромагнитных ускорителях масс. Сейчас я покажу простейшую пушку Гаусса. Берем эмалированный обмоточный провод. Диаметр в моем случае примерно 0,3 мм. Также потребуется стержень от шариковой ручки, на которой нужно намотать катушку. У меня получилось 150 витков. Мотать можно в навал. Здесь особых требований нет, так как напряжение будет небольшое. Концы катушки зачищаются и к ним припаиваются провода. И, конечно же, главный ингредиент – электролитический конденсатор. У меня он на 1000 мкФ, напряжением 35 В. Вообще, обычно в Гаусс-пушках используют кондеры на несколько сотен вольт и заряжают от сети или от повышающей схемы. Но мы этого на всякий случай делать не будем. Пульку можно изготовить из канцелярского гвоздика. Он должен свободно входить в стержень. Теперь нужно зарядить конденсатор. Я это сделаю с помощью регулируемого блока питания. Хоть прикладываемое напряжение и должно быть наполовину меньше указанного на корпусе, я решил зарядить наш бочонок до 30 Вольт. Не забываем соблюдать полярность. Для активации миниатюрной пушки нужно энергию из конденсатора передать катушке, подсоединив выводы. При протекании электрического тока в катушке возникает электромагнитное поле, которое резким импульсом разгоняет снаряд. Пулька вылетает с большой скоростью. Можно все это разместить на плате и добавить кнопку. Бумага не получила повреждений, но эта забавная штука нам хорошо продемонстрировала, как можно использовать свойства конденсатора быстро разряжаться. Рассмотрим дальше. Практически все блоки питания не могут обойтись без этого замечательного радиоэлемента. А применяются они там для сглаживания пульсаций. Вот посмотрите, на выходе понижающего трансформатора присутствует синусоида. Она никак не годится для питания устройств, разве что сгодится для лампочек. Переменку нужно выпрямить с помощью диодного моста. Но и тут в прямом смысле не все так гладко. Ток после диодного моста сильно пульсирует. Ситуацию исправит сглаживающий конденсатор. На экране осциллографа видно, что провалы теперь компенсируются. Чем больше емкость, тем более гладкое напряжение получается. Но здесь нужно учитывать, какой потребитель будет подключен. Один из простейших методов расчета сглаживающего конденсатора выглядит так. Цифра 3200 в формуле это как бы коэффициент. Остальное, я думаю, все понятно. Нужно учитывать, что выпрямленное напряжение, которое приложится к конденсатору, будет почти в полтора раза больше, чем на выходе трансформатора. То есть примет амплитудное значение. Поэтому электролитический конденсатор для сглаживания должен иметь номинальное напряжение с запасом в полтора-два раза. Также можно заметить, что на схемах, особенно импульсных, иногда параллельно с электролитом ставят керамический конденсатор малой емкости. Это делается из-за того, что электролитические большой емкости имеют паразитную индуктивность и плохо справляются с высокочастотными помехами. Вернемся к высоковольтным конденсаторам. Они очень часто, наряду со специальными высоковольтными диодами, используются в умножителях напряжения. Сложность подбора элементов состоит в том, что не всегда есть возможность измерить напряжение на выходе повышающего трансформатора, так как предел измерения большинства мультиметров не превышает 750 или 1000 Вольт. А трансформатор может выдать в несколько раз больше. Из-за этого нередко в любительских конструкциях конденсаторы быстро оказываются пробитыми. Были выбраны конденсаторы, выдерживающие 3 кВольта. Из них был собран умножитель напряжения. Параллельно выходу умножителя здесь подключен еще более мощный конденсатор на 15 кВольт. Позже вы увидите его влияние. Импульсы на трансформатор подаются от генератора на микросхеме NE555. Схема запитана от литиевого аккумулятора. Будьте осторожны. Даже после выключения питания в конденсаторах остается накопленная энергия, поэтому нельзя прикасаться руками. Рекомендуется воспользоваться инструментами, не проводящими ток, например, антистатическим пинцетом. Можно закоротить выход умножителя, тем самым разрядив его. Теперь протестируем умножитель без мощного конденсатора параллельно выходу. Без него искры получаются значительно тоньше, но увеличивается частота разрядов. Итак, если всю эту схему сделать более мощной, то получится полноценный электрошокер. Ну что ж, этот выпуск подошел к концу. Мы изучили, зачем и где применяются конденсаторы. Разобрались с маркировкой, с параметрами, особенностями разных типов. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Паяльник ТВ. И увидимся в следующем видео. Пока! Паяльник ТВ